Смотрите, фрукты либо вы в младёте к чемодану, либо к чемодану, либо вы покупаете специализированную картину, которая вам стоит в гараже, но чтобы корзиночка маленькая была, и вот такие корзиночки, 5 килограмм фруктов, либо 5 килограмм ручной клади, либо 5 килограмм фруктов, нельзя и фрукты, и ещё 5 килограмм, нельзя, штраф. Вот такие вот ребрышки взяли, вкусные, обалденные, всё смотрите, огурчики, помидорки 20 бат, пошлычок, вот такой вот идёт 20 бат, 20 бат, вкуснятина, всё, ешьте, всё, это курица. Вот так вот делают футмассаж, протирают сначала, а у меня холодная тряпочка, кому-то холодной делают, тряпочкой протирают ноги, кому-то горячей тряпочкой протирают ноги, здесь хороший салон, красиво всё. 'll be tea. Ха? Продолжение следует... Продолжение следует... Можно сверху держаться, сбоку можно сидеть. В общем, держитесь крепче и наслаждайтесь моментом. Маршрутка по-тайски. Можно на байках ездить. Вот они, тук-туки. Класс! Настроение огонь. Поехали в одну сторону, попали на джамтен. Так тоже бывает. Едешь так вдоль пальм. Красота! Здесь пойдем, ребята. Можно к ним сядь посидеть. В Паттайе, ну и вообще в Таиланде, в азиатских странах не принято строить пешеходные дорожки. Поэтому ходят все вдоль дорог. Никого здесь не сбивает. Никто не сигналит, как полудурошный. Никто никому не мешает. То есть, какую бы сторону я не посмотрел, вот максимум могут здесь на байке рядом проехать. И то он мне не сигналил, я ему не мешаю, он мне не мешает. Почему же у нас в стране, в России так все печально? Почему все такие нервные и лютые? Почему все друг другу мешают, и никто не может улыбнуться и пропустить друг друга? Сухумвит. Самая длинная улица в Паттайе, вообще в Таиланде. Она на много-много-много-много, при много километров, десятков уходит. Здесь вот, как видите, с этой стороны у нас движение небольшое совсем. Но если мы посмотрим на обратную сторону, обратное движение, то там прям все едут из города, видать. Сегодня воскресенье, выходной. Тайцы по воскресеньям, ну только если торгуют, работают. То есть, даже сегодня байк в аренду не снимешь. Потому что у них вечный сабай-сабай. И по воскресеньям они забивают на все. Вот такая вот прекрасная страна. Вот такой вот у меня сегодня купюшончик и очки. И я скажу, здесь душа поет и раскрывается. И в нашу рашу, в ражью нашу, даже неохота возвращаться. Как-то так. Вот сколько раз в Таиланде ездил на тук-туках, но ни разу я не ездил на тук-туке с водителем впереди. Вот так вот мы едем в тук-туке. Первый раз еду. В двухместной кабине, втроем, прем. Практически сами коробку переключаем. Моя нога на газу. Приехали на Сухом Вите Теско-Лотус. Баннирок, стоянки, парковки. Очень большой Теско-Лотус. Можно и недорого покушать, и вещи неплохие взять, в принципе, недорого. И аппаратуры, и чего-то гонять. Сейчас будет небольшой отзыв. В общем, я в Теско-Лотусе. На Сухом Вите. Наверх. Я тебе скажу, первый раз здесь. На другой Лотус мы обычно ездим. И кушать, и одеваться. Здесь заходите сразу кафешка, кому надо по нужде. И на лифте, скорее всего, я могу предположить, но обычно в трех этажах, в Теско-Лотусе, столовая, где можно покушать очень большой выбор. В основном тайской разной еды. И за моей спиной на входе, видно хорошо, нет, сам магазин, в котором можно купить все, вплоть до машины. От самых элементарных вещей, от еды, от вещей, говорю, до автомобиля. Даже квартиры продают здесь. Здесь можно купить все. Пойдем, походим по этажам. Ну, в общем, если заходите в Теско, на Сухом Вите, налево выпечка, крупты, там дальше какая-то зелень, овощи, продукты-продукты, различные продукты-продукты-продукты-продукты. Если проверять, то это различные вещи. И это все очень большой такой, при большой магазинеще. Теско-Лотус. В общем, мы пока кушать не копим, поэтому мы пойдем, пройдемся, посмотрим, какое здесь барахнишка недорогое. В общем, можно здесь Теско-Лотусу купить Ниссан Марчик по ценнику. Умножайте на то, амбиксовая максималка комплектации у вас будет от 1 миллион, чуть больше. Довольно-таки популярный автомобиль здесь в городе. Ниссан Марч. 2019 года. Пойдем сейчас покушаем. Вот тортики здесь дорогие. То есть, если на наши деньги, умножаем на 2. Но они здесь любят сладости, все дороги. Самые распространенные автомобили в Таиланде, пикапы. Вот такой вот 836 тысяч бат. Пикапы здесь не облагаются налогами. Поэтому стоят дешевыми. И на них абсолютно нет налога. Вот такая вот машина. На механике, правда. Дождик в Паттайе захватил нас в Теско-Лотусе. В принципе, здесь больше часто дожди, как на КВ, не проходят. После дождя очень хорошо открывает весь асфальт, бетон. Кому я сослужу, но опять дохлажится, начинает чуть больше потеть. Это переглубает здесь. Здесь вот байки, 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 ну, еще байка. Так на улице свежо, сразу хорошо. Вот здесь вот закидываете под 150-200 на карточку. И с этой карточкой идете себе, выбираете еду. На втором этаже также есть вещи, но в основном здесь питание от KFC, подушки. Кембри дуриан, кэнси какие-то, кафешки, кафешки различные. Я не знаю, KFC там только толстяки тусуются. Так же все продается, и барахнишка всякая, вот книги даже у них есть. Пицца-мицца. Ну, для детишек сделали, пока родители кушают. Ну, мы кушаем в основном здесь. Здесь реально можно покушать 40-45 бат, 50-60 бат. Компания. Магазин. Компания. 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 Ой, вот все. Магазин. Здоровенный магазин, огромный. Входишь здесь в целый день, кусаешься. В основном, не кушать здесь. Мяски различные. Четыре яйца. Тебе ложку отмекаться. Курятинка. Моршатинка. То есть, вы все туда уходите. И выбор очень хороший. На ценнике вот, говорю, 40-50 бат. Различная тайская еда. Вот так вот. Вот так. Менетое часто брали, кстати, не купил, 60 бат. Менетое есть. Вот так. И жрущики. То есть, они нет. Все продукты? Да. О, что это будет? Курятинка. Морепродукты. Пожалуйста. Морепродукты. А, да. А, да. А, да. Это миле. А, да. А, да. В общем, здесь можно кушать целыми днями, все подряд. Нашли недалеко от Сухом Вито, от Теска Лотоса, реальный ночной рынок. Говорят, тайские, тут и камбоджийские вещи есть. Рынок здоровенный, огромный, народу очень много. И он работает только... Так, пятница, суббота, воскресенье. И работает он только с вечернего времени, с 6 вечера до... 10 вечера, до 22 вечера. В общем, рынок огромный, пойдем пройдемся, по цене сориентируемся. Сегодня так, пробежка по легкой. Ох, маечки какие шикарные, отсвечивать красиво. Пройдемся, проверим, просмотрим, что такое есть основное. Постараемся ничего сильно не брать, а уже на следующей неделе... О, зацените. Огонь и пламя. В общем, тут несколько этажей, я так понимаю. Пойдем глядеть. Вот этот ночной рынок, где нужно поесть. Есть тут можно прям вот все подряд. Цены смотрите сами. Я тут сам даже не знаю, что тут есть. Ничего тут только нет. Все, в принципе, недорого. Ушки-макушки. Ребочки-гусяшки. Рульки-морульки. О, рис хороший. Мидии, видать, всякие море. Рыбка. Вот такая орибка, 160 бат. В общем, тут можно уесться. И, как видите, туда дальше, это много-много пролетов. Вот, кстати, уточку по-пекински можно сбернуть. Да, ребятки, кушать тут можно. Без остановки, сутками, да. Чего только нет. Просто, реально. Вот курочка вам всякая разная. Чего здесь столько нет. Сладости, но сладости у них очень дорогие. Вот шейки всякие. 25 батарей. Сейчас я что-нибудь себе возьму. До встречи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok